В России стартовали продажи кроссовера G.L.E. Atlas Pro. От российской премьеры до рыночного дебюта прошла пара месяцев, за которые российский офис принял решение расширить гамму комплектаций. Так открывающей отныне оказалась назначена версия Luxury вместо исполнения flagship. В новой базе отсутствует адаптивный круиз-контроль, управление дальним светом и распознавание дорожных знаков. Кроме того, под сокращение попали электропривод двери багажника, атмосферная подсветка салона и беспроводная зарядка для смартфона. Зато цена на 100 тысяч рублей ниже, так что базовый Atlas Pro стоит 2 миллиона рублей. Напомним, что китайская G.L.E. оказалась первой маркой из массового сегмента, что решилась предложить россиянам мягкий гибрид. Им как раз оказался кроссовер Atlas Pro, то бишь рестайлинговая версия хорошо знакомого всем Атласа. Сам рестайлинг прошел по серьезной программе, к полностью новому передку также прилагается радикально перекроенная карма. Коррекции подверглись даже форма и проем пятой двери, дабы понизить погрузочную высоту. Салон вообще создан заново. Притом китайцы нескромно обещают почти премиальное качество отделки. Создать правильные ощущения помогут обилие мягкого пластика и другие фишки, вроде обивки сидений кожзама. Вдобавок, большая перестройка коснулась подвески. Несмотря на прежнюю архитектуру, большая часть элементов шасси попала под замену. В настройке подвесочного хозяйства инженером Джей Ли ассистировали англичане из именитой компании Lotus. Под капотом новинки скрывается вольвовская турбо-тройка, на которую навешан 48-вольтовый стартер-генератор. Еще одна новость из вселенной кроссоверов. Старт российских продаж Chevrolet Trailblazer. Притом переднеприводная версия со 150-сильным турбомоторчиком оценена в те же 2 миллиона рублей. Да-да, с весны 2019 года под именем Trailblazer скрывается не только 5-метровый рамный внедорожник, но и заурядный паркетник с обычным несущим кузовом и 20-сантиметровым дорожным просветом. В базовое исполнение включены 6 подушек безопасности, камера кругового обзора и продвинутый комплекс ездовой электроники. А еще нам положен пакет для плохих дорог, то есть защита картера и усиленная подвеска. К последней бонусам идет увеличенный клиренс. С клиноременным вариатором дружит только передний привод, а к трансмиссии 4х4 прилагается 9-ти диапазонный автомат. Мотор всего один, объемом 1,3 литра. На наш рынок будут поставлять машины южнокорейской сборки.